всем привет с вами кона нова аня проект фаберлик онлайн и в этом видео новинки каталога номер 13 ароматизаторы для автомобиля вот они идут такие я их разрезал аромат просто дико резкий просто очень сильный просто неимоверно сильный аромат это натуральный такой сочный натуральный сочный прям слюнки выделяются значит это идет фруктовый вот 8 грамм артикул 11404 а это ароматизатор для автомобиля вот он наполнит воздух салоне автомобиля свежим ароматом спелого яблока и груши вот действительно офигенный просто крутой аромат очень сильная его отсюда прям чувствую как он уже ко мне идет не знаю насколько его хватит вот такой аромат я подарю своей подруге у нее есть машина поэтому я прям его сейчас закрою и вот таким вот способом подарю я считаю что ей он очень понравится артикул 11404 вот супер очень довольна что у нас такие есть новинки второй аромат это цитрусовый прям вы знаете тоже аж слюнки тоже он большой такой тяжеленький картоновый идет 8 грамм артикул 11403 свежий аромат сочных цитрусов прям знаете таким грейпфрут лайм лимон вот все в перемешку такой натуральный аромат очень приятный очень прямо вот я меня знаете нос такой придирчивый третий аромат я его уже достала мне хотелось посмотреть быстро ли он наполняет салон автомобиля ну я его повесила в ванную аромат сильнейший даже из упаковки чувствуется он мне понравился больше всех это свежесть это нежная ласковая такая свежесть не резкий какой-то там до аромат артикул 11405 вот действительно такой бриз очень такой насыщенный но приятный нежный ласковый напоминает море океан вот этот мне кажется он будет самым ходовым у нас знаете почему потому что действительно аромат очень приятный очень прямо вот 11405 прям суперская штука далее вот такие вот салфетки для ухода за интерьером вот их тут 30 штучек это универсальное очищение без разводов ну что я им помыла немножечко сейчас да то есть они обычные светлые тут идет многоразовая очень липкая штучка обычные такие салфеточки аромат не знаю почувствую ли я после таких сильных ароматизаторов ну такой легкий легкий аромат свежести еле уловимый если я не ошибаюсь да вот артикул 11401 так сколько их тут штук 30 штук да и вот на них идет аннотация да то есть это влажные салфетки предназначены для очистки приборной панели и других пластиковых поверхностей автомобиля пропитанные не средняя да то есть вот видите рука сырая прям рука сырая не очень такие влажные но с них не капает да поэтому я говорю средне вот приятные они обычные до салфеточки вот как вот магазине мы покупаем точно точно такие же они на то есть они не большие не маленькие да то есть они больше чем обычные но меньше чем по моему антибактериальные наши салфетки вот у меня их часто кстати покупают берут в машину куда-нибудь да то есть салфетки для кожаных изделий очень часто берут машину теперь еще вот такие у нас будут салфетки вот мне не понравились я ими протирала свою лампу действительно без разводов действительно хорошие действительно стоящие салфеточки но я вытирала только пыльями только пыль вот такая вот вещица скоро ко мне придет кстати мастер маникюра и у нее есть машина поэтому вот я ей наверное подарю их она ко мне очень часто ходит что-то все мне дарит приносит какую-то ерунду вот и я решила тоже сделать ей приятное первый раз дарю кому-то не своему но хочется хочется чтоб человек испытал на практике и пришел к нам уже и зарегистрировался и был уже покупателем компании faberlic поэтому один ароматизатор я ей отдам вот скоро скоро да вот видите на катки уже начали отрастать и вот эти салфеточки я и подарю буду надеяться что ей очень понравится у нее как раз новая машина она так хвасталась есть что прям вообще вот все остальное я брать по машине не буду если кто-то из моих знакомых возьмет то я конечно вам расскажу далее хочется показать вот такие вот тени это новые тени специально разработаны машей в известным блогером у нее там миллионы подписчиков да то есть они идут 10 грамм артикул 5221 вот тут состав все такое прочее пластиковая упаковка на магните так на магните сейчас я это все загну чтобы она не слепалась да то есть огромное большое зеркало классное большое зеркало да как вы видите очень удобная так не буду трогать руками вот ну и вот она сама палеточка да тут я немножечко нечаянно ковырнула вот тут вот эта вот штучка она выходила и я немножечко потрясла поделала вот так думаю неужели будет выпадать но нет она не выпадает вот маленький спонжичек хорошенький очень такой мягонький давай-ка фокусируйся да такой вот мягонький прикольный спонжичек да то есть считаете четыре стороны можно им наносить но я спонжиками вообще не пользуюсь у меня есть вся коллекция кисточек ну и давайте смотреть значит вот такой оттеночек это сатиновые оттенки и вот один идет матовый оттеночек ну вот такой так вместе с вами пробую первый раз как вы видите так вот такой оттеночек полу просвечивающий очень даже блестящий теперь вот такой да с желтизной очень хорошо кстати цвет передает прямо ну более теплее да то есть он более теплее чем тут так далее значит вот давайте вот этот попробуем но это такой прям золотистый да он немножечко потемнее кстати чем на камеру показывает вот это сто процентов ну и вот этот вот давайте посмотрим с вами да то есть вот такой вот он оттенки да действительно нормальные давайте с вами попробуем их на руку перенести да то есть ну вот как вы видите переносится не очень-то и круто да давайте так еще раз тушуются они нормально да как вы видите ну вот эти вот лучше пигментированы чем предыдущие да и вот этот но этот вообще отличный просто отличный вот эти вот что-то какие-то два да так минутку это по моему по моему вот этот да это он давайте еще раз ну вот как вы видите пигментация я не похвалю ее на то есть ну с таким макияжем вы не переборщите очень интересные тени то есть вот так вот таким вот образом но тушуются они нормально нормально да то есть вы видите они на пальцах остаются они не стираются так просто да то есть так вот смотрим да такие вот оттеночки ну да симпатично конечно я не отрицаю хороший тень суперская кисточка мне она очень понравилась мягкая классная до вас ее не стало ничего делать потому что ну хочется ее вам показать для начала да так фокусируйся вот так сделаю чтобы вам видно было она очень такая упругая эта кисточка мягкая да то есть вот тут вот все это дело гнется но она крепенькая то есть когда вы будете наносить то им ей очень очень удобно я думала она будет большая но нет она очень маленькая да то есть вот у меня сейчас балерчик уже заканчивается давайте попробуем потушевать мой любимый блер да кому интересно так артикул у меня уже наверно тут стерся 6119 артикул кстати тоже от мариевые очень люблю этот крем вот но он уже в пустых баночках у меня мелькал и скоро опять будет мелькать ну давайте будем смотреть да то есть как она набирается как она тушуется мне кажется что очень даже ровненький такой получится тон ну да классно конечно да конечно прикольно такой кисточкой что-то делать очень нежно прямо вот но по руке вообще нежно по лицу тем более лицо у меня после маски вот так вот так вот ну да вы можете нанести ровно можете нанести хорошо и в итоге у вас они вот никаких там разводов неровности тона в уголки глаз вы тоже очень хорошо попадете да то есть отличная такая штучка просто супер да смотрите как ровно нанесло вот смотрите видите как блёрт вообще как блёрт перекрывает да видите вот эта рука тут какие-то есть пятнышки да где-то покраснела где-то родинки а тут прям ровненько стало да вот это вот место тут конечно сбоку я ничего не наносила но разносится хорошо мне кажется что она не будет кушать да вот давайте посмотрим ну так то да кушает она кушает вот видите достается оттуда ну вещь классная и мне кажется и мыться она будет легко и все как бы это да не знаю даже понравилось я от нее в восторге прям штучка такая клевая клевая ну и конечно все новое это очень интересно вот мне понравилось я вам рекомендую в уголках глаз будет наноситься хорошо это сто процентов вам вот хорошо и удобно ею пользоваться сто процентов далее вот такие вот у нас с вами идут кисточки они уже как-то были в компании фаберлик так артикул забыла сказать 116 20 они у нас уже были в компании фаберлик очень нравились ну потому что они все равно имеют свойство набирать бактерии еще что то я просто уже выкинула такую кисточку заказала новые да то есть ну вот я наверно пользовалась ничего с ней не случилось да вот артикул 116 23 это компактная кисть для пудры но она также подойдет и для румяна и для всего так размер 10 с половиной сантиметров идет и значит так минутку материал алюминий и синтетическое волокно давайте же будем смотреть то есть она вот так вот открывается и вот такая вот вот точь-в-точь прям ничем даже не отличаются классная наносить будет хорошо здорово она очень плотная качественная такая кисточка и даже если ее подергать то ничего не выпадет это нужно время я не знаю надо наверно раз 20 и помыть чтоб с ней что-то случилось очень хорошенькая кисточка особенно в дорогу куда-то в косметичку с собой да на работу везде классно классно единственное мне бы хотелось чтобы они были разноцветные до чтобы я к примеру под пудру у меня была одна кисточка под румяна была другая кисточка их с собой удобно носить они маленькие они классные они в любой косметички найдут себе место вот заказала я таких три это свекрови и это моей дочке старшей да потому что мне кажется что кисточки время от времени нужно менять всем артикул 116 23 кисточки классные вот далее вот такая вот кисточка у нас с вами идет эта кисточка для растушевки теней как вы видите артикул у нее 116 21 в принципе стоящая штучка очень упругая прямо очень упругая слышите да наверно вот ну давайте попробуем с вами да то есть если мы нанесем четкую линию карандаша как же ей мы потом будем тушевать до или так карандаш и не подготовила давайте вот тени да то есть вот если мы так вот тени нанесем мойка хорошо хорошенькие тени да вот видите какие красивые вот и давайте попробуем да хорошо очень тушуется нормально такая она упругая вообще мне кажется ей будет очень хорошо тушевать вот эти вот стрелки ей будет хорошо тушевать и знаете еще что подводку снизу глаза тоже вот очень удобно тушевать так такой вот нежный смотрите карандашик нравится он мне очень я им частенько так пользуюсь но он такой долгоиграющий да вот нанесем потолще с вами так и там артикул не вижу артикула наверное уже все так так нет артикула где-то я не вижу я даже не знаю если честно что это за карандаш у меня у меня много карандашей очень ну и давайте будем пробовать так но мне видите замаралась то есть вот такой вот дымочкой получается очень в принципе удобно и быстро главное она такая упругая ей быстрее удобно это делать да в принципе любые карандаши это наверно матовые у меня нет это не матовый то есть ну да хорошо очень тушует прям берите не сомневайтесь да то снизу можно сделать дали четкую линию глаза можно сделать и кверху растушевать и получится вообще здорово сейчас это модно кстати тушеванная стрелочка классно я одобряю прям эту кисточку суперская кисточка мыться будет тоже здорово кисточка для расчесывания бровей для придания формы бровям мне она понравилась еще что хочется сказать такой кисточкой можно и реснички расчесывать и все такое прочее артикул 116 22 очень такая упругая хорошие с бровями справится прям два счета отличная кисть вот не могу сказать что это прям обязательное что-то в гардеробе а вот дата в гардеробе говорю не обязательно что-то в косметичке но мне кажется что такая вещь не будет лишним но она и не обязательно 116 22 я редко такой вещи пользуюсь и мне ее хватает не знаю пока не потеряю с ней ничего уже точно не случится давайте дальше с вами посмотрим значит еще такую вот новиночку я заказала ради любопытства и могу сказать что она у меня теперь будет жить в ванной я и буду пользоваться почему это повязка на голову артикул 115 75 размер 5 на 17 материал полиэстер ну она отличная резиночка у меня кстати волосы до стрижка и вот это вот сколько бы я не собирала пучков на голове до волосы все равно выпадают из нее да то есть мне не длинные волосы но и длинные тоже иногда бывает что секутся она мне понравилась мягкая классная когда вы ее зацепляете за ушки она держится очень хорошо и вы с ней сделайте любую маску вы с ней умоетесь вам мне кажется понравится вот и стирается она тоже очень легко ну что ж это были новинки часть 1 и в следующем видео мы с вами обсудим новиночки уже часть 2 потому что видео получается долгим меня ругают почему такое длинное видео поэтому обсудим с вами следующие новинки в следующем видео всем пока пока до встречи с вами